На библейский портал «Экзегет» пришел вопрос о посте ради другого. Иногда люди накладывают на себя пост ради помощи другому. Насколько это действенно? В Священном Писании мы имеем много таких примеров. Например, в книге «Исфирь» в 4 главе мы читаем слова о главной героине «Исфири». «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах» — это столица Персии — «и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте три дня, ни днем, ни ночью, и я с служанкой моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». И также мы читаем в 1 главе 2 книги царств «Тогда схватил Давид одежды свои, и разодрал их, так же и все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его, и о Нафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча». То есть это пост в первом случае за живых, в втором случае за усопших. Библия показывает нам, что это действует, эти святые люди так действовали. Почему? Потому что пост, он, во-первых, всегда соединяется с молитвой, и постящийся человек приобретает силу значительно глубже молиться. У него сердце становится значительно яснее, ему легче, легче возносить ум во внимание к Богу. Поэтому молитва становится более окрыленная, и Господу легче, может быть, ее услышать, когда человек собрался весь на такую молитву, когда человек вот так потрудился ради того, чтобы быть услышанным. Но в любом случае мы знаем, что постились матери о сыновьях, которые были на фронте. И сейчас есть матери, которые постятся за своих детей, сыновей, которые служат в армии. Это достаточно распространенный подвиг за другого. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и подпишись.